Продолжение следует... 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 Как стать стажером? Вывожу сразу QR-код на экран, чтобы можно было отсканировать и подать заявку. При этом напоминаю, что подать заявку на нашу стажировку можно также и с помощью представителей Олимпиады. Можете обратиться и уверенно вам все подскажет. Как стать стажером? На самом деле скажу, что это непросто. Придется пройти несколько этапов отборы, но скажу честно, что он действительно того стоит. В свое время я также проходила такой отбор. Для начала заходим на карьерный портал и заполняем анкету, внимательно все читаем, избегаем орфографических ошибок, обязательно указываем опыт работы, образования и всю свою мотивацию. Далее, следующий этап – это запись видеоинтервью. Отвечаете на вопросы в лайв-формате на специальном сервисе. Затем тестирование интеллектуальных способностей, пять блоков на логику, на вербальные и невербальные компетенции. И после этого приступаете к деловой игре с экспертами по оценке персонала. К работе можно приступить уже 10 января и выйти на свой первый рабочий день официально в статусе стажера правительства Москвы. Ввожу на экран ценности, ценности нашей команды. При этом хочу сказать, что мы, знаете, столкнулись недавно с такой проблемой, что мы часто говорим о том, как у нас круто, с какими масштабными проектами мы работаем, что у нас на самом деле все так весело и интересно. При этом я хочу, чтобы мы не забывали о том, что мы ждем ребят разных, и нам нужны и исполнители, и креативщики, в общем, все-все-все. И если вы вдруг считаете, что вы не готовы к креативной работе, вам что-то попроще у нас такого не найдется, то на самом деле работа найдется для всех, в том числе и рутинная. При этом хочу сказать про критерии отбора. Стать стажером правительства Москвы могут студенты четвертого курса бакалавриата и уже выпускники. Немножко расскажу о том, что мы предлагаем студентам немножко помладше. Помимо стажировки всегда стараемся, чтобы у стажеров была активная жизнь. Часто к нам приезжают из региона, из других городов. Я была в числе таких стажеров, для меня было очень важно завести новые знакомства, они сидят на выходных домах, собственно, стажировка в этом помогает. Это не стоковые фотографии, это действительно фотографии с наших мероприятий. Эта неделя выдалась особенно активно. И завтра у нас матч в Лужниках с командой департамента городского имущества. В пятницу мы встречаемся на книжном клубе. Помимо этого у нас всякие экскурсии, тренировки. В общем, мы стараемся всячески ребят поддерживать и давать мастер-классы, развивать их и развлекать. То есть показывать, что жизнь состоит не только из работы, это очень важно. Немножко важных цифр. Программа стажировки в Тельце Москвы существует уже 10 лет. За это время мы выпустили чуть больше 1700 выпускников стажировки. Примерный процент трудоустройств, это не указано, это примерно 60 процентов наших ребят трудоустраиваются. Чуть позже я расскажу, что происходит, если вы не на одном из этапов, не получили оффер. Здесь указаны проекты, в которых мы работаем, наставники. Примерно 12 тренингов проходят каждый стажер. Что вас ждет после стажировки? После стажировки, часто спрашивают, а что делать, если я постажировалась в первом, втором, третьем месте и нигде не получила оффер. Вы попадаете в профсообщество выпускников стажировки карьерной лиги. У нас огромный блок работы посвящен именно трудоустройству выпускников. То есть мы продолжаем вас сопровождать, направлять на вакансии, сопровождать на собеседование после. Поэтому часто случается так, что наши стажеры трудоустраиваются и после стажировки. Однако это нормальная практика. Тут важный вопрос. Стажер получает оффер, если есть вакантное место, если он интересует орган власти как сотрудник. То есть если сходят с две стороны. Часто бывает так, что вакантного места нет, но тебя всегда запоминают, всегда важно проявить себя и потом обязательно вспоминать. Даже мы, когда ищем сотрудников в наше дело, мы чаще всего обращаемся к стажерам, потому что мы уже видели их в работе. А вообще стажировка – это же такой тест-драйв сотрудника. Ты скорее вернешься к рассмотрению его, чем внешнего кандидата. Немножко истории успеха наших выпускников стажировки. Здесь они далеко не все. Мы очень гордимся ребятами из нового потока. Среди моих стажеров – Валерий Михайлид, мы везде о нем пишем во всех социальных сетях сейчас, потому что он получил оффер через три недели стажировки в департаменте городского имущества. Сейчас работает он как ведущий специалист. Одна из главных мер наших громких историй успеха – это Владимир Промыслов, который пришел на стажировку в 2012 году. Он сейчас является заместителем префекта Юго-Западного административного округа Москвы. Сейчас немножко про этапы отбора и про сроки. Хочу сказать, что мы с вами встретились очень вовремя, потому что ровно до 17 октября включительно мы принимаем заявки. Сейчас самое лучшее время, чтобы это сделать, и 10 января уже приступить к работе. С 18 октября мы уже начнем рассылать тестирование и видеоинтервью, а затем вы пройдете в деловую игру, и уже в декабре узнаете результаты отбора. Я надеюсь, получите тот самый оффер. Но если вдруг вы понимаете, что эта волна вам не совсем подходит, можно подождать немножко до 18 октября, и 19, например, подать заявку, она уже пойдет на вторую волну. Тогда вы сможете приступить к стажировке 1 июля. Я уже говорила о том, что стать стажерами префекта Москвы могут студенты 4 курса бакалавриата. Связано это с тем, что главная цель стажировки – это трудоустройство. Для этого необходимо иметь на руках лучшее образование, поэтому иногда нужно полгодика подождать, чтобы прийти на следующий поток. Здесь я, кстати, не обо всем рассказываю. Если вдруг, вот, как раз-таки здесь указан микрон адрес, если вдруг вы понимаете, что вы еще не студент 4 курса, приходите на практику в правительство Москвы, это тоже отличный шанс начать карьеру и попробовать себя в органах власти, и понять, ваше или нет, потому что, ну, часто бывает, что стажеры понимают, что госслужба – это немножко не их, это тоже нормальная история, поэтому практика в этом плане – отличный способ попробовать себя, и, ну, всегда наших практикантов помним, и потом, конечно, зовем на стажировку, ребята очень часто возвращаются. Еще раз дублирую QR-коды, наши социальные сети ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм. Здесь можно почитать про историю успеха наших выпускников, анонсы. Мы часто проводим мероприятия, на которые зовем всех-всех кандидатов, не только наших стажеров, но и просто ребят, которым интересно познакомиться и пообщаться, даже если, например, учиться на втором курсе, но вы понимаете, что вам интересно пообщаться с действующими стажерами и с кураторами стажировки. Кроме этого, мы сейчас работаем над крупным проектом «Карьерный старт». Это проект для студентов первого-третьего курса, которые еще не могут подать заявку на стажировку. Тем не менее, мы таких кандидатов очень хотим развивать, обучать, проводить экскурсии в органы власти, чтобы вот уже к четвертому курсу вы были такими классными, подготовленными кандидатами, готовыми полностью к работе, бери, да, трудоустраивай. Анонсы появятся совсем скоро, в ближайшее время, поэтому жду вас всех. И оставляю на следующем слайде свои контакты. Я всегда открыта для общения, мне можно написать по любым вопросам, всегда отвечаю, если вдруг потерялась заявка, если вдруг не пришел ответ, то есть даже технические проблемы или вопросы поддержки, всегда отвечаю. Поэтому благодарю вас всех. Мне было очень приятно сегодня рассказать вам о стажировке. Надеюсь, что мы с вами увидимся в строительстве Москвы. Татьяна, большое спасибо за такой подробный и динамичный рассказ. Наши участники оставили несколько вопросов. Первый. Какие компетенции считаются ключевыми для успешного карьерного роста в правительстве Москвы? Я думаю, ребятам было бы интересно узнать, что объединяет тех людей из истории успеха, которые вы провели. Я думаю, знаете, что самое главное, это инициативность, когда часто бывает, если говорить о живой изнанке, часто бывает, что ты приходишь на рабочее место, а тут вдруг оказывается, что у наставника нет времени за тобой бегать, давать тебе задачи, да, и тебя тут не ждут с распростеркими объятиями. Немножко жестокая реальность, но так на самом деле бывает. И тут выигрывают те стажеры, которые не боятся подойти, не боятся напомнить о себе и проявить какую-то инициативу. Кроме того, помните, что вы всегда как свежий новый сотрудник, у вас есть более свежий взгляд. Часто, когда ты работаешь, многие процессы, они просто замыливаются. У тебя не кажется, что где-то можно что-то оптимизировать, да, ты уже просто к этому привык. Когда вы приходите со свежим взглядом и видите, что вот здесь можно поменять, вот это можно делать проще и лучше, в этом обязательно нужно говорить, нужно предлагать. Я всегда считаю, что я говорю, что за спрос в глаз не дают, если ваша идея не зайдет на... Если зайдет, ну это будет двойне круче, это действительно потом будут вспоминать. Очень хороший пример. Мой стажер Валерия Морозова, тоже писали о нефициальных сетях недавно. Она работала, проходила стажировку в культуре Центрального административного округа. И одной из задач было проверять объекты недвижимости на их целевое использование. И когда она посмотрела на акт проверки, такой своеобразный чек-лист, да, по которому проводится проверка, она поняла, что он действительно устарел, и некоторые пункты уже не подходят, их стоит поменять. Она сказала об этом своему наставнику, проявила инициативу, разработала новый акт. Конечно, прошло там какие-то два месяца, пока его утвердил зампрефекта, но сейчас этим актом пользуется во всех управах Центрального административного округа Москвы. Поэтому эта история говорит еще раз о том, что не нужно бояться проявлять инициативу, когда вас точно запомнят, и это прямой шаг к успеху, да. Отлично. И еще один вопрос. Программа стажировок в правительстве Москвы имеет достаточно долгую историю, и, как и любая такая программа, вы, наверное, прошли через большое количество проб и ошибок. Какие ключевые уроки вы вынесли для себя при работе со стажерами, и вы их применяете сейчас, в 2021 году? Ой, на самом деле, такой интересный вопрос, непростой. Я думаю, что сейчас мы стали... Достаточно обновилась команда в последнее время, я думаю, что сейчас мы стали намного больше прислушиваться к нашим стажерам, намного больше с ними общаться и понимать, в каких органах власти, в каких учреждениях действительно какая ситуация, как относятся к стажерам. И если нам сообщают о каких-то проблемах, мы стараемся оперативно на них реагировать и что-то менять, либо, ну, если происходит, например, какая-то конфликтная ситуация, либо просто к стажеру как-то не так относятся, стараемся провести работу с наставником, либо в этот... Либо, если понимаем, что мы на это никак влиять не можем, не направлять туда стажеров. Наверное, вот, трудно сказать, конечно, но да, мы стали больше общаться с нашими стажерами, мы стали проводить ежемесячные встречи со стажерами в своих направлении, слушать их, следить за эмоциональным настроем, потому что, опять же, мне кажется, в 2020 год показал нам, насколько это важно, сейчас все застрены на осознанности, на work-life balance, поэтому, думаю, да, это вот такой наш главный заряд идей, нововведений, оптимизации каких-то процессов. Большое спасибо, дорогие участники, вы можете оставлять вопросы в чате, а мы переходим к нашему следующему спикеру, Карине Мигаловой из Прикрестка. Сейчас мы подключим демонстрацию экрана и начнем. Добрый день, меня слышно? Да, вас слышно. Отлично. В общем-то, представлюсь еще раз. Меня зовут Мигалова Карина, я являюсь сотрудником отдела обучения компании Перекресток. Я курирую направление по работе с молодежью. И сегодня мы с вами поговорим про продуктовый ритейл. Сфера не такая уж популярная среди молодежи, но на самом деле очень интересная. Я попытаюсь вас сегодня в этом убедить. Если я вас спрошу о том, какие должности вы знаете в сфере ритейла, скорее всего, первое, что вам придет в голову, это должность кассира либо продавца. Но на самом деле в наших магазинах много интересных профессий. Одна из ключевых – это директор супермаркета. Поэтому мы сегодня с вами сначала обзорно поговорим про рынок ритейла, какие тренды на нем сегодня существуют. Дальше подробно обсудим, кто такой директор супермаркета и каким он должен быть. И также после этого обсудим, какой карьерный путь наша компания готова предложить вам, как молодым специалистам, если вы придете к нам на работу. Ну и на современном рынке уже в последние несколько лет существует несколько важных тенденций. Первое, наверное, самое главное – это повсеместная диджитализация, то есть появление цифровых инструментов, которые внедряются для того, чтобы улучшить и жизнь покупателя, жизнь сотрудника, жизнь компании в целом. Например, сократить какие-то рутинные процессы, либо сделать процесс покупки более комфортный и удобный, либо, например, собрать данные о нашей целевой аудитории для того, чтобы более четко понимать портрет нашего покупателя. Следующий важный момент – это персонализация. Поскольку сейчас конкуренция на рынке ритейла значительно выросла, да, то есть раньше конкурировали между собой только оффлайн-магазины, сейчас идет конкуренция между оффлайном, онлайн-магазинами и маркетплейсами, поэтому покупатели, конечно же, стали более избирательными при осуществлении своих покупок. И сейчас, да, они менее лояльны к брендам торговых сетей, выбирают те магазины, которые им удобнее, те, которые ближе к их дому или там ближе к работе, к примеру. И также, например, кстати, при осуществлении онлайн-покупок, да, то же самое, что не выбирать какую-то определенную торговую сеть, а выбирать среди там трех-пяти в среднем вариантов обычно, оценивая условия доставки, стоимость товаров и так далее. Поэтому лояльность к брендам, она значительно снизилась у современного потребителя. Следующий важный момент – это оплата, возможность оплаты. Буквально 10 лет назад, да, даже не во всех магазинах была возможность произвести оплату банковской картой, хотя сейчас сложно в это поверить, но действительно, да, это было так. Сейчас же в магазинах, вот у нас, например, недавно была внедрена технология оплаты взглядом, для которой не нужна ни банковская карта, ни мобильный телефон, то есть это все происходит только, да, приличное присутствие покупателя. Ну и последний, но не по значимости тренд – это расширение зоны доставки, расширение употребления, значит, клиентами доставки. Поскольку пандемия дала такой значительный рост этого направления, сейчас многие потребители, попробовав доставку, уже больше от этого не отказываются. Ну и если говорить про X5 Group сегодня, как раз-таки, учитывая все эти тренды в своей деятельности, мы в последние несколько лет остаемся лидерами на рынке ритейла. И вот недавно у нас произошел ребрендинг, наверное, да, не все еще из вас слышали о том, что компания раньше называлась X5 Retail Group, а сейчас мы называемся X5 Group, у нас изменился логотип, в связи с чем это было сделано? В связи с тем, что мы не только мультиформатная розничная сеть, включающая в себя магазины «Пятерочка», да, формат магазинов у дома, «Перекресток», формат магазинов супермаркет, «Карусель», ну и сейчас их осталось уже достаточно немного по стране. Вот Чижик у нас недавно появился, новый формат магазинов. Надеюсь, что кто-то из вас про него слышал, да, если слышал, либо ходил тоже, пишите, интересно было бы услышать. Но помимо этого, также у нас есть еще множество других бизнесов. Это онлайн-бизнесы, например, «Перекресток впрок», «Перекресток впрок», «Пятерочка», «Доставка», это онлайн-сервис «Около», цифровые инструменты для наших партнеров, это, собственно, сеть логистики, и X5 Group стремится стать лидерами не только на рынке ритейла, но и лидерами в целом на рынке еды. Поэтому вот такое вот название было выбрано в целом, да, чтобы охватывать рынок и готовой еды, и доставку, и логистику, в общем, все, что связано с едой. Компании на рынке более 20 лет, если быть точнее, то вот первый «Перекресток» был открыт в 1995 году, мы отпразднули свое 26-летие этим летом, и число лояльных клиентов растет с каждым годом. Можно дальше, пожалуйста. Если говорить конкретно про «Перекресток», то это формат магазина «Супермаркет», как я уже сказала ранее. Вот здесь мы на слайде видим 968 магазинов, это было на 30 июня. На самом деле сеть очень активно растет и развивается, особенно вот опять же, да, в последние несколько лет магазины открываются в геометрической прогрессии, в связи с чем нам нужны новые лица, новые амбициозные кадры, которые могли бы управлять нашими магазинами и вести их к достижению вот этих вот целей, которые сейчас поставлены глобально перед нашей компанией. И вот сейчас как раз-таки давайте подробно поговорим про нашего директора магазина, кто он такой, какими качествами должен обладать, и подробно давайте это обсудим. У директора есть три роли. Роль наставника по отношению к сотрудникам компании, роль гостеприимного хозяина по отношению к клиентам и роль предпринимателя по отношению к бизнесу. Все эти три роли невероятно важны, да, и наш управленец должен сочетать их в себе. Давайте, да, сейчас про каждую из них поговорим поподробнее. Первое – это роль наставника. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Наставник по отношению к сотрудникам. Спасибо. Как мы видим, здесь такая достаточно длинная цепь, на конце которой находится покупатель. Здесь имеется в виду, да, товар, прежде чем попасть к покупателю, он проходит через множество людей. И на всех вот этих вот этапах, начиная от распределительных центров, задействованы сотрудники, которыми руководит директор, начиная с дебаркадера, с приемки магазина. И подчинение у директора может быть до 150 человек. Поэтому наш директор – это такой управленец, который помогает на всех этапах управления персоналом. То есть начиная от подбора, далее обучения, развития, директор задействован во всем, поэтому роль наставника – первая такая основополагающая, невероятно важная для достижения показателей. Следующая – это роль гостеприимного хозяина по отношению к нашим клиентам. Сейчас у нас в сети внедряется множество проектов для того, чтобы как раз-таки усовершенствовать наши магазины, сделать их лучше для наших клиентов. Директор подключен ко всем этим проектам, участвует максимально в жизни магазина. И вот здесь, если, например, мы на слайде посмотрим, например, вот у нас появляются такие технологии, как селф-сканеры. Это такие специальные устройства, которыми покупатель сам сканирует покупки, складывает их в корзину и потом самостоятельно, опять же, оплачивает без помощи кассира. Элиэкспресс-скан – это вообще инструмент, для которого нужен только телефон и не нужны какие-то дополнительные приспособления. К примеру, когда какие-то из этих инструментов внедряются в супермаркетах, директор отвечает за качество сервиса, за высокую клиент-ориентированность в наших магазинах, поскольку клиент-ориентированность – это один из наших, скажем так, важнейших ориентиров для того, чтобы иметь конкурентные преимущества перед другими сетями. Ну и, в общем-то, да, как я уже сказала, директор обеспечивает качество клиентского сервиса на всех этапах покупок наших клиентов. Ну и также он напрямую общается с клиентами при возникновении необходимости, да, например, выслушивает их жалобы, разбирается с этим, либо, наоборот, принимает благодарности в зависимости от штатных ситуаций, которые происходят. Ну и следующая роль – это роль предпринимателя по отношению к бизнесу. Вот здесь мы сейчас видим на слайде различных отечественных и зарубежных предпринимателей. Думаю, что лица их для вас знакомы. Хотела бы вас спросить, да, всех ли вы тут узнали. На слайде интересно от вас будет услышать. Ну, думаю, что всех. Ну и, в общем-то, мы стремимся дать больше свободы для наших директоров, чтобы они развивали себе предпринимательские способности и становились такими же выдающимися предпринимателями, как вот эти люди, например, да, которых вы видите на наших слайдах. Это такая роль, которая была внедрена недавно. Свобода у директоров раньше была значительно меньше, а сейчас, ну, лучше, чем директор, да, никто не знает свой объект, своих клиентов, своих сотрудников, поэтому директор становится полноценным предпринимателем, который может полностью управлять всем бизнесом в рамках своего объекта. Ну и теперь поподробнее про компетенции директора-предпринимателя. Первое важнейшее качество – это достижение результатов. Здесь говорится о том, что каждый из нас в своей деятельности, да, совершает ошибки. Нужно уметь это признавать, что без ошибок в нашей деятельности, в любой, да, никуда. Но это не останавливает нашего директора, и он стремится к достижению поставленных перед собой целей, несмотря ни на что. Следующий, пожалуйста. Внедрение изменений. Как я уже сказала, сфера ритейла очень гибкая, у нас постоянно происходят какие-то изменения. Меняется законодательство, опять же, да, появляются какие-то новые цифровые инструменты, все это внедряется в нашу деятельность. Ну и честно сказать, да, что действительно изменения появляются фактически каждый день. И нам нужны люди, которые готовы принимать эти изменения, которые открыто на это смотрят, и могут, скажем так, настроить своих сотрудников тоже к лояльному взгляду к этим изменениям. Следующий – это анализ информации. Здесь говорится о том, что наш директор, он умеет работать с экономическими показателями, умеет улучшать их, умеет определять, как можно получить больше прибыли в зависимости от разных ситуаций. Поэтому он такой бизнес-аналитик, который работает над улучшением экономических показателей. Следующая компетенция – это построение развития команды. Здесь, наверное, да, много говорить не буду. Это понятно, что один директор, конечно же, своими силами в одиночку ничего не сделает. Поэтому грамотное создание и развитие команды – это очень важный момент, который помогает, опять же, да, в достижении наших целей поставленных. Ну и последняя компетенция – это клиентоориентированный подход. У нас в сетях наших магазинах измеряется такой показатель, как лояльность покупателей, NPS. Ну, об этом сейчас подробно заострять внимание не буду, но, в общем-то, здесь, опять же, да, к тому, что мы стремимся стать самым клиентоориентированным магазином для наших покупателей, поэтому это очень-очень такая важная компетенция. И клиентоориентированность, да, сейчас вообще у нас широко распространена вообще во всех сферах, не только в ритейле, но для нашего директора это одна из ключевых таких задач, которые необходимо, опять же, да, улучшать себе и улучшать в своих сотрудниках. Ну, и как раз-таки, да, сейчас вот поговорим о том, каким образом можно получить должность директора в наших супермаркетах, а может быть, не только директора, а еще и выше. У нас существует лидерская программа по подготовке заместителей директоров, она называется Rulemakers. Благодаря этой программе вы через 9 месяцев можете получить должность заместителя директора магазина, да, то есть это вот первая ступень для того, чтобы стать управляющим директором сети. Следующая ступень — это директор магазина. Проработав в должности заместителя директора в течение, ну, примерно около одного года, у кого-то это занимает чуть меньше времени, у кого-то больше, есть разные кейсы, да, у нас есть уже ребята, которые работают директорами магазинов. Программа у нас в этом году у нее стартует четвертый поток, поэтому ребята уже успешно работают в должности директора магазина. И следующая ступень развития — это директор кластера. Что это в себе подразумевает? Директор кластера — это управленец в части бизнеса, да, уже примерно над 30-35 магазинами, то есть это уже такой крупный руководитель. Ну, директор дивизиона — это фактически управленец федерального уровня, то есть у нас по сети есть несколько дивизионов крупных, директор дивизиона руководит ими. Ну, генеральный директор, да, я думаю, что здесь объяснять не стоит, что это за должность, это то, что мы тоже вам предлагаем. Пройдя через должность директора дивизиона, да, мы готовы видеть вас уже на должности управляющего директора торговой сети. Что мы предлагаем в рамках программы? Как я уже сказала, программа длится 9 месяцев и включает в себя теоретическое и практическое обучение. Теоретическое обучение, оно заложено онлайн. В режиме онлайн вы проходите лекции, вы проходите дистанционные курсы и можете слушать их, да, проходить в любое удобное для вас время. Следующий момент — это work-life balance. Вы можете пройти практику в супермаркете рядом с домом. То есть у нас помимо теоретического обучения есть еще практическое обучение в супермаркетах, когда вы знания, которые получили на теории, закрепляете потом на практике. Это 8 часов в неделю по гибкому графику, который вы выстраиваете самостоятельно, в зависимости от вашей загруженности на учебе. Здесь мы тоже хочу упомянуть, что рассматриваем студентов 4 курса бакалавриата либо 2 курса магистратуры, потому что нашей целью завершение программы является ваше дальнейшее трудоустройство и наше с вами сотрудничество. Поэтому для студентов 4 курса, опять же, график учебы может меняться, и в зависимости от этого вы можете выстраивать свой график прохождения практики в магазине от вашей загруженности. Управленческая позиция, об этом я уже сказала, что сразу же после завершения программы, через 9 месяцев вы получаете оффер на заместитель директора. Крупная стабильная компания. Здесь, наверное, пандемия очень ярко показала, что сфера продуктового ритейла, наверное, самая стойкая ко всем изменениям, которые происходят в нашем мире. Поэтому насчет стабильности вы можете никогда не переживать, если будете работать в перекрестке. Сертификат гособразца по результатам выпуска. При завершении программы наши выпускники, помимо должности заместителя директора, получают также документ государственного образца от РЭУ имени Плеханова. Это наш партнер. В течение уже нескольких лет мы с ними взаимодействуем в этой части. Они выдают документ государственного образца о том, что вы прошли переквалификацию на должность, на позицию, точнее, руководитель розничного объекта. Поэтому у вас будет еще одно дополнительное образование и с документом, который утвержден в нашей Российской Федерации. Ну и быстрый карьерный рост. Если кто-то из вас работал ранее в ритейле, вы, наверное, знаете, что самый быстрый рост именно как раз-таки в этой сфере. Поэтому если у вас есть желание расти, развиваться, переходить на более высокие должности, как я вам показала, да, вот этот вот карьерный путь молодого специалиста, то для вас будут открыты все пути. И мы только рады, да, когда к нам приходят такие кадры. Вот здесь отдельно еще вынесена у нас практика и диплом. Подразумевается то, что вы свою вузовскую практику можете пройти у нас в сети. То есть, да, все необходимые документы, которые вам необходимо подписать, наши коллеги помогут вам с решением этого вопроса. Ну и диплом. Если вы решите писать диплом по перекрестку, то с предоставлением всех бизнес-показателей, да, различной отчетности мы тоже всегда помогаем. Должность задема, да, вообще давайте поговорим о том, на что мы обучаем. Должность задема, она такая уже управленческая позиция, да, как я уже сказала ранее. Поэтому это такой комплексный подход к обучению сотрудников. И наши ребята, стажеры изучают все, начиная от закупок вплоть до маркетинга. Лекции ведут и наши операционные эксперты, топ-менеджеры. Поэтому вы изучите, скажем так, должность задема вдоль и поперек для того, чтобы быть через 9 месяцев готовыми к тому, чтобы уже полноценно приступить к работе. Про форматы подготовки, да, как я сказала, у нас есть теоретические лекции от наших операционных экспертов, также практика в супермаркете, которую вы проходите рядом с домом в том магазине, который вы выбираете самостоятельно. И также у нас есть управленческие тренинги для того, чтобы развивать ваши не только hard skills, но и soft skills. Эти управленческие тренинги для вас будут проводить коллеги, наши HR-бизнес-партнеры, которые занимаются обучением, развитием сотрудников для того, чтобы совершенствовать вас комплексно. Да, как я уже сказала, это такой подход к совершенствованию ваших компетенций во всех областях. Ну и по этапам программы у нас сейчас открыт набор заявок на программу Rulemakers. Вы можете подать заявку до 20 октября включительно. Вы можете сделать это на нашем сайте Rulemakers. Также вы можете сделать это на сайте программы, на сайте Олимпиады Я Профессионал. Да, у вас есть возможность, как вам удобнее, так вы можете подать заявку. Мы все заявки просматриваем, обрабатываем, поэтому подаете заявку. После этого с вами связывается специалист и назначает вам онлайн-тестирование. Вы проходите тесты, и после этого вас уже приглашают на заключительный этап отбора в программу. Это встреча с вашим HR-бизнес-партнером и директором кластера, которые, скажем так, в будущем будут вашими потенциальными руководителями. Если вы чувствуете, что мы вам подходим, мы чувствуем, что вы подходите нам, скажем, такой мэч происходит, то после этого мы принимаем вас в программу, и через 9 месяцев вы уже в следующем году, получается, в июле сможете получить должность заместителя директора магазина и расти дальше. Поэтому, да, еще раз скажу, что прием заявок уже открыт. Мы с радостью будем видеть вас, участниками, на нашей программе. Большое спасибо за такой подробный рассказ. Вы, благодаря своей детальности, ответили на все возможные вопросы. Друзья, если у вас они остались, вы можете задавать их в чат, мы обязательно ответим. И приходим к нашему последнему спикеру, конкор. Яна, пожалуйста. Да, коллеги, всем привет. Рада выступать здесь. Сейчас один момент, мне нужно расширять экран. Собственно, я представляю компанию Encore и нашу грейдит-программу Encore Start, программу стажировок. Наш девиз «Найди себя среди лучших», и сейчас я вам расскажу, почему так. Расскажу вообще про то, что такое Encore, что это за группа. Не знаю, насколько вы с ней знакомы, но я надеюсь, что после того, как я об этом расскажу, вопросов будет намного меньше. Расскажу немного про тренды и про компетенции будущего, что нужно ребятам, которые будут устраиваться в компании, независимо от того, в какой сфере это будет. И непосредственно про нашу грейдит-программу Encore Start. Что такое Encore? Encore – это международная стаффинговая группа. Мы лидер стаффинговой индустрии на территории России и еще нескольких стран Европы. Мы уже 31 год на рынке. В прошлом году отпраздновали свой день рождения. Более 40 офисов на территории России. Вы можете на слайде увидеть, какое количество городов мы охватываем. И также мы уже успели открыть офисы в 9 странах. Это Украина, Казахстан, Узбекистан, Литва, Латвия и даже в Таиланде мы уже успели обосноваться. Чем занимается компания Encore? Encore занимается подбором персонала и вообще любой деятельностью, которая связана непосредственно с оказанием услуг, связанных с HR. Наше основное направление – это рекрутмент. Также буквально несколько лет назад у нас появился аутсорсинг HR бизнес-процессов, когда мы у клиента берем возможность вести бизнес-процессы, связанные с HR, на себя. И также, естественно, у нас есть консалтинг, когда компания-клиент приходит к нам, просит объяснить или рассказать или подсказать, что конкретно нужно делать с персоналом в том или ином случае, и мы приходим на помощь. Нам доверяют действительно самые сложные и интересные проекты. Для примера, подбор сотрудников, волонтеров на FIFA полностью был на компании Encore. Мы сопровождали этот проект, выиграли тендер и закрыли с большим успехом отличную сделку. Привели очень много людей, которые, кстати, остались у нас в компании, в том числе после FIFA. Я рассказала немного про услуги. Давайте перейдем к вопросу о трендах. Их сейчас достаточно много, но я выделила, позволила себе выделить несколько основных. Не пугайтесь, если чего-то не знаете. Сейчас будем с этим разбираться. Первый и один из основных трендов на взгляд наш с точки зрения команды, например, даже, это разница между временем до 2005 года и тем, что происходит сейчас, в том числе и с разницей поколений, с разницей восприятий. Второе – это то, что у нас сейчас на рынке превалирует соискательский опыт. И расскажу также про харды и софты. Что такое сподмир и что такое вукомир? И в чем, собственно, между ними разница, почему мы обращаем на это внимание? Сподмир обозначает то, что раньше все было достаточно спокойно, понятно, устойчиво, предсказуемо, просто и понятно. В связи с этим до 2005 года, когда мы позиционируем, что это был сподмир, намного медленнее двигалась жизнь. Не нужно было в таком скоростном формате адаптироваться к изменениям, которые происходили, дай бог, раз в пять лет, например, с точки зрения обучения того же или с точки зрения смены работы. Сейчас мы говорим о том, что мир меняется, и мир становится намного более нестабильным, непонятным, сложным, и ты не представляешь, что от него ожидать дальше. Поэтому делаем акцент на то, что нужно очень важно адаптироваться вовремя и не бояться тех изменений, которые будут происходить в геометрической прогрессии быстрее с каждым годом. Если пару лет назад мы думали, что изменения происходят раз в три года, сейчас изменения происходят раз в год, и изменения действительно большого масштаба. К этому надо быть готовыми, готовыми быть к ускорению. Расскажу про соискательский рынок, о чем идет речь. Речь идет о рынке труда. На данном этапе клиентский рынок, когда кандидатов больше, чем вакансий, и компании не готовы брать к себе большое количество сотрудников, они повышают требования к соискателям, они предлагают невыгодные условия для трудоустройства и, конечно, делают очень сложный многоэтапный отбор. Рынок перешел к стадии соискательства, поскольку был демографический кризис, мы сейчас считаем, что находимся в демографической яме, потому что людей не так много было, как... людей родилось не так много, как родилось до этого. Сейчас рынок специалистов намного меньше, чем спрос работодателей. Каждая компания хочет забрать к себе лучших. Это отличная возможность для молодых специалистов показать себя, участвовать как можно больше в разных отборах, проходить кейсы, проходить стажировки. Это важно для того, чтобы в перспективе показать, что вы не теряли время, во-первых, во-вторых, вы набирали опыт, и, конечно, что у вас есть возможность адаптироваться к разным обстоятельствам. Плюс, действительно, для выпускников и студентов выпускных курсов, когда у вас чуть больше возможностей совмещения, приходить на длительные стажировки и после этого трудоустраиваться, поскольку сейчас компании максимально стараются вкладывать молодых специалистов для того, чтобы приносить новые идеи в компанию и некую критику, взгляд со стороны, новый опыт. Молодое поколение знает намного больше и может смотреть с более трендовых сторон на бизнес, нежели сам бизнес, который постоянно в нем крутится, делает внутренний разный проект. И плавно-то переходим как раз-таки к hard skills и soft skills. Здесь мы с коллегами посчитали правильным разделить немножечко эти понятия, что важно больше для бизнеса, на что смотрит бизнес при приеме на работу, при общении с потенциальными кандидатами, в том числе и стажерами, естественно, и на что смотрит HR-департамент, HR, который общается. Мы провели небольшой опрос и вот выявили такие основные позиции. Бизнес смотрит на результативность. Это самое важное. Он хочет видеть, что соискатель может не просто делать какую-то единую рутинную работу на автомате, но что он может вдуматься в то, что он делает, дать какую-то обратную связь. И то, что он может делать, это параллельно много задач, не теряя при этом суть. При этом он должен делать это, естественно, быстро, качественно и приносить тем самым результат. И, конечно, бизнес смотрит на те знания, которые вы получили до начала поиска работы и, естественно, в процессе. Чем больше вы знаете, неважно, где вы эти знания получили, важно, что у вас они есть, и они действительно актуальны. И чем их больше, тем лучше. HR будет смотреть на ваши внутренние специфики и характеристики, как мы называем это, soft skills. Естественно, стрессоустойчивость в связи с тем, что адаптация и изменения всегда подразумевают этот формат такого легкого стресса, как мы любим говорить. Это здорово, это может драйвить. Это здорово, когда такой легкий стресс тебя драйвит. Это классно. Но важно уметь выдерживать натиск количества задач и количества работы, поэтому, да, стрессоустойчивость абсолютно 100% нужна. Time management также связано с потребностью бизнеса в многозадачности. Это коррелирующие понятия. Чем больше у вас задач, и чем лучше вы можете структурировать распределение этих задач в условно девятичасовой рабочий день, считая обед, тем больше у вас шансов быстрее, качественнее и результативнее закрыть проекты или какие-то внутренние задачи, которые вы выполняете на вашей должности. К этому же, к time management, естественно, присоединяется структурированность. Они идут прям друг с другом бок о бок, и структурированность, наверное, даже не столько в понимании, как распределить время, а структурированность в плане понимания распределения задач, понимания и погруженности в сам процесс работы, независимо, опять же, от сферы деятельности. Могу оговорить здесь такой момент, что структурированность и креативность могут действительно идти вместе. Они друг друга не взаимозаменяют, и иногда очень важно, когда ты покреативил, все структурировать и идти делать действительно какой-то проект. Саморефлексия и дисциплина появилась в связи с тем, что появился все удаленный формат работы, помимо того, что он может быть удаленный из дома, он может быть из другого города и даже из другой страны. Поэтому умение за собой уследить, вовремя себя оторвать от какой-то интересной задачи и начать делать что-то менее интересное, но более срочное или более важное, или приоритетное, да, это очень важно. И, конечно, открытость новому. Здесь никак без обучения, здесь никак без нетворкинга, здесь никак без каких-то погружений в информационное поле, которое сейчас огромное и очень сложно даже его фильтровать. Это важно, это нужно. Какие еще компетенции мы выделили, помимо того опроса, который мы проводили у бизнеса? Мы поняли, что коммуникации, в какой бы сфере они ни были, даже если это самая закрытая сфера, например, не знаю, когда тебе практически не нужно коммуницировать ни с кем, кроме своего руководителя, она нужна. Чем больше вы это делаете, тем больше скиллов вы набираете, тем комфортнее вам будет проходить собеседование, тем проще вам будет коммуницировать с коллегами, вливаться в коллектив. Эмпатия тоже подходит под это понимание, потому что в коллективах современных очень важно умудряться сказать вовремя, правильно и в правильном месте. Также критическое мышление очень важно для современного бизнеса, для того, чтобы двигаться вперед. Как раз так я уже говорила об этом, что молодые специалисты, приходя в компанию, вдыхают в нее новую жизнь. Не потому, что вы моложе и менее опытны, а потому что вы совершенно с другой стороны смотрите на бизнес и понимаете, что здесь можно было бы сделать так. Смотрите с точки зрения своего опыта каких-то новых трендов, которых, возможно, не знают в компании. И это очень круто. Это действительно драйвер, который двигает вперед. Также мы говорим о гибкости и agile мышлении. Наверное, здесь не просто agile, а в принципе некое метрическое мышление, методологическое мышление. Какое-либо компании могут выбирать разные, поэтому не всегда вы можете попасть в agile. Это мышление подразумевает, что вы не просто сидите на своем месте и делаете какую-то работу, которую вам поручили. Вы думаете об этой работе как о маленькой части большого целого, как о некоем организме, и думаете, что вы можете еще помимо этой, вместе с этой работой, этой работой и этими проектами привнести в компанию, что будет лучше от того, что вы это сделаете. Также важно помнить о том, что есть определенные навыки, которые важны всем. Как ни странно, здесь есть управление проектами, потому что очень многие компании переходят на проектное управление, и это не просто в ходу, важно об этом, ну, как минимум, в общем, знать, как работает проектная деятельность. Дипломатический подход важен, это касается и гибкости, и коммуникации, и эмпатии. В принципе, есть определенные ситуации, когда важно использовать дипломатический подход к решению проблемы в целом, какой-то ситуации, или просто коммуникации. знание IT. Сейчас, наверное, ребята, которые учатся в направлении IT, обрадовались. Это очень важно. Имеется в виду какой-то базовый набор навыков в IT, условно MS Office, который желательно знать на хорошем уровне действительно, чтобы не нужно было доучивать не Xperium, господи, Excel, и чтобы действительно у вас была возможность уметь в этом работать, может быть, даже более профессионально, чем просто на обывательском уровне. Образование, указалось здесь, как ни странно, оно действительно нужно, но уже не совсем в классическом понимании, возможно, уже не те самые 5-6 лет университета. Классно получить первое образование. Да, на него смотрят, но здорово, когда у тебя есть еще какой-то пул навыков и знаний, которые получены не путем обучения от кого-то, а когда ты сам обучался чему-то. Это тоже важно, это тоже можно указывать в резюме, тоже можно об этом говорить на интервью, но на это смотрят, и это проверяют как раз-таки на тех самых кейс-чемпионатах, бизнес-играх, при отборах на стажировки, при отборах на работу. И экологичная коммуникация. Экологичная коммуникация – это понятие, выработанное в какой-то степени нами. Важно понимать, что каждый сотрудник – это организм, это человек, у него есть свои потребности, у него есть свои какие-то характеристики, свои задачи, самое главное. И важно разделять, вы общаетесь в рабочее время с сотрудником в рамках рабочих задач, или вы общаетесь с человеком и говорите с ним на личные темы. Важно не путать эти понятия. Например, если кто-то из коллег, к которому вы обратились за помощью, вам отказывает, вы на него обижаетесь, это считается не экологично, поскольку, возможно, он это сделал, поскольку у него есть свои рамки рабочих задач, и вам нужно решить именно это в рабочей ситуативности. Это чуть-чуть информации на почитать. Вот две книги, наверное, которые наиболее часто используются у нас, про руководство и непосредственно про корпоративную культуру для быстрой адаптации. И можете переходить по QR-коду, там наша внутренняя небольшая библиотека, в которой вы можете найти какую-то классную литературу, которая может помочь именно вам. И расскажу очень быстро, видимо, про graduate программу Encore Start. Мы набираем, естественно, молодых специалистов, работаем со всеми курсами, с абсолютно всеми направлениями. Нам интересны абсолютно все, потому что рекрутером может стать кто угодно. Никогда не угадаешь, кому это понравится. Стажировки у нас есть в пяти направлениях. Это recruitment, это outsourcing, IT, консалтинг и поддержка бизнеса. В поддержку бизнеса, расшифрую, немножечко входит охрана труда, то есть юридическое направление. Это финансы, это также IT, но уже чуть более внутреннее направление. Маркетинг, которого бывает очень часто. Мы очень любим всякие классные делать проекты, связанные именно с маркетингом. Если будет более интересно, то переходите потом по ссылкам на соцсети, я сейчас покажу их. По условиям. Это гибкий график от 20 часов в неделю. Стажировка длится от 1 до 4 месяцев. Она круглогодичная. Вы можете откликнуться в любой момент, когда вам захочется. Какая польза? Естественно, харды и софты. Мы даем возможность поучаствовать в тех проектах, которые реально сейчас идут и которые действительно приносят компании, бизнесу доход. Вы принесете какую-то большую часть в компанию. И после прохождения стажировки будет возможность действительно к нам трудоустроиться в какую-то из команд. Как начать? Нужно оставить заявку. После этого мы приглашаем на телефонное интервью. После этого наш коллега вам звонит и проводит телефонное интервью. После этого приглашает на асессмент групповой. И после асессмента мы вас приглашаем на стажировку. Также у нас будет кейс-чемпионат в конце октября. Регистрация на него закончится буквально в это воскресенье. Если удобно скриньте и фотографируйте или посмотрите на наших соцсетях или можете сразу откликнуться по QR-коду, который видите на экране. У нас есть естественно соцсети, так же как у всех компаний, наверное. Можно перейти по QR-кодам Instagram, ВКонтакте, Телеграмм. Там разный везде контент, поэтому если вы хотите посмотреть только что-то одно, не упускайте возможность посмотреть информацию в других. Также нам можно написать на электронную почту startsobakancourt.ru и перейти по QR-коду на анкету и подать заявку на стажировку. Я уже говорила о том, что она круглогодичная, но если у вас есть какие-то вопросы и вам нужно получить дополнительную информацию, откликайтесь, и моя коллега ответит вам на все вопросы, когда будет вам писать или звонить. Также я сама на связи. Меня зовут Яна, я специалист по работе с партнерами и готова ответить на все вопросы. Спасибо за внимание. Яна, большое спасибо. Я думаю, многих наших слушателей были рады услышать, что мы движемся к модели с искательским рынком. Есть вопросы. Занимается ли Анкор обучением персонала? Ясно, что вы занимаетесь рекрутментом. А вот насчет обучения? Да, мы, конечно, занимаемся обучением персонала. У нас эта опция представлена в двух направлениях. Первое направление это Анкор консалтинг, который занимается консультированием как раз в том числе по обучению, по HR-бренду, ну вот, по большему направлению HR-а внутреннего. И также у нас есть внутреннее обучение. Я работаю в корпоративном университете Анкора, управляющей компанией. мы сопровождаем бизнес и помогаем ему достигать новых высот. Естественно, у нас есть отдел обучения, и мы сами, как грейдит программы Анкор, предоставляем возможности молодым специалистам обучаться рекрутменту, отсорсингу, пока еще не консалтингу, но вот в перспективе, наверное, трех месяцев мы выпустим новую программу обучения для ребят, которые хотят попасть именно в консалтинг и войти. Поэтому, если вы понимаете, что вы хотите в рекрутмент, но еще не до конца поняли, что это или не знаете, просто приходите к нам, и мы вам поможем, подскажем и обучим. Отлично, большое спасибо. Друзья, у нас, к сожалению, не осталось времени на вопросы. Вы можете, если они у вас остались, отправить их на почту Олимпиады «Я профессионал», мы обязательно ответим, свяжемся со всеми спикерами. Запись этого марафона будет доступна в наших социальных сетях на все стажировки упомянутые. Сегодня вы сможете откликнуться через наш портал. Дорогие друзья, было очень приятно провести с вами вечер. Всего доброго. Спасибо.